Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 693. События дня. 2 Тимофея 2.8. Помни Господа Иисуса, воскресшего из мертвых. За 5 ноября 2017 года. Это воскресенье было. Программа определенная. Уже с утра литургия. Батюшка приехал. Потом собрание. Я в первый раз тут на два аппарата снимали. Выделить, где отдельно батюшка говорит. Собрание, как всегда, записано. А это отдельно. И потом я отдельно подготовил материал. Тоже отдельно попросил. И поэтому на два аппарата снимали. И вот ролик такой будет. Кто-то ночью перелазит через забор и желает быть принятым. Это было 4-го. В субботу. Это такой ролик будет. Вот. И дальше. Я материалы интересные тут нашел. И хочу познакомить их. Патриарх Кирилл увидел истоки революции 1917 года. За 2 века до нее. Москва. 4 ноября. Интерфакс.ру. Патриарх Московской всей Руси Кирилл высказал мнение, что причина Октябрьской революции кроется в событиях, происшедших за 200 лет до нее. Вот тут фотографии. Кавычки. Если отмести всю политическую конъюнктуру, видите, как политическую конъюнктуру, он учился. И поэтому слова-то ни одна бабка не поймет. Связаны с событиями столетней давности. Если отрешиться от этого идеологизированного взгляда, то этим беспристрастным взглядом мы многое увидим и поймем, что начало наших национальных болезней, приведших к катастрофе столетней давности, видите, как началось не за год, не за 5 и не за 10, а как минимум почти за 200 лет, а может быть даже и более, когда стали разрушаться духовные, даже и более, разрушаться духовные основы жизни нашего просвещенного общества, так называемой элиты. Сказал патриарх в субботу после литургии в Успенском соборе. Заметьте, разрушаться духовные основы жизни нашего просвещенного общества, так называемой элиты. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, тринадцать. Ни одного слова евангельского нет. И вот так, вот, катастрофа, революцию называют. А перед этим-то, как там были они с революцией-то, за руку держались, а государство наше одинаковыми сделало всех, дало свободу нам. Как он продвигался-то? Это же при советской власти еще жил человек. И сразу вдруг, им против советской власти слова нельзя сказать. Только голову опустите, в затворе раны зализывают гнойные. Патриарх, говорит, патриарх Кирилл, это 75% россиян православные. 100 человек в любом месте возьми, 75% православные. А из них сколько верующих-то? Да ни одного, может, нету. По его словам, это началось тогда, когда люди потеряли внутренний суверенитет, кавычки. Отдав свой разум и душу тому, что приходило извне, восприменяя эти сигналы, извини, абсолютно не критически, подверстывая под эти идеи свою веру, свое мировоззрение, свой взгляд на жизнь. Кавычки закрыты. Что тут евангельское-то? Ну, так он с мирскими разговаривает. Ну, Павел с мирскими говорит. Не ведомому Богу и начал говорить афинянам. Ну, совершенно рафинированный мирской ум. Предстоятель считает, что это, кавычки открыты, привело к утрате веры и духовному, и интеллектуальному помрачению. Не то, что люди не признали Христа, не было духовного рождения. Нету этого. Он сам его не имеет. Он отметил, что, кавычки открыты, многие задают вопрос, а что же церковь, почему она не остановила? И у церкви есть ответ на это. По мнению первого иерарха, кавычки, церковь при видимом благополучии была по рукам и ногам скована государством. Ничего себе. Опять же, без Христа все. И лишено самого главного возможности, не оглядываясь ни на власть, ни на какую вне находящуюся силу, говорить уйдем Божью правду об их духовном состоянии, если нужно давать свою оценку политическим процессам, имевшим место в жизни наше общество, не с политической точки зрения, а с точки зрения духовной. Не надо было смотреть. А ведь пели царю и всем. Пели, пели, пели. Аксиос и Аллилуйя. Но вот я сейчас говорю, не с политической точки зрения, с точки зрения духовной, я говорю. Патриарх не имеет духовного рождения свыше. Он как мирской рассуживает. Но я признаю его благодатность. Он меня похвалит за это. Не надо бояться. Ну, еще бояться-то он хороший. Я приглашал Потеряевку, не мог приехать. Сковал себя оковами. Рядом был в Барнауле. Ну, какие КГБшникова, русал. Все, друзья, отойдите в сторону. Я не боюсь, я как Христос буду один. Дайте машину мне, я потеряевку еду. Ну, не было же этого. Не было. Вот он говорит, а к себе ничего не применяет. Кавычки. Церкви было запрещено обращаться с таким посланием к людям, потому что главой церкви был государь. И он говорил, как бы в том числе и от церкви, заметил он. Да вы же пели и пели царю, теперь канонизируете. Ну, не искренне все это, если проще сказать, все это надумано, мирское, лживое. Патриарх считает, что, кавычки открыты, это потеря церкви возможности нести свое пророческое слово. Конечно, в какой-то мере содействовало тому, что все больше и большее количество образованных людей перестали слушать голос церкви. Но сейчас-то кто ее слушает-то? То за часы его берут, то там квартира у него, то эти дачи, то торговля водкой, табаком. Ну, маленько-то стряхните из себя эту коросту. Как патриарх Никон говорил, я коросту, а вы со мною. Я его не упрекаю, просто, ну, как-то взглянуть бы на это надо-то. Патриарх Кирилл высказал мнение, что, кавычки, и сегодня есть определенные силы в обществе, которые не желают, чтобы церковь говорила правду своему народу, чтобы она обращалась к людям с пророческим словом. Он в Москве как-то говорит, как будто это управдом какой-то, говорит, или асценизатор пришел трубы там провести, как. Ну, говори прямо о Христе. И говорит это отстраненно, и говорит иногда правильно, но все это завуалировано, у него грамота. Не то, что погубила, а она заняла все его естество. А Христе ни одного слова нету. Даша. Нам говорят, закройтесь и заприте двери своих храмов, и там делайте, что хотите. Мы не входим в полемику с теми, кто так говорит и так действует, хотя мы знаем, что каждое доброе слово церкви подвергается клеветническим комментариям, и часто его хотят принизить, смысл его разрушить, так, чтобы оно не достигало сознания современного человека, сказал Первый Святитель. Ну, а Христе-то скажи, Первый Святитель, кого он осветил-то этим? И вот сколько наговорит, 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 и, ну, скажи, люди, познайте Христа, Христос умер за вас, время последнее, приближается Армагеддон, сгорит земля и все на ней. Идите ко Христу. Нет, церковь, то есть храмы. Храмы, храмы, храмы. При этом он еще раз напомнил, что нельзя наступать еще раз на те же самые грабли. Так он с граблями-то и стоит, патриарх. Все невозможно изолировать церковь от народа, потому что церковь – это и есть народ. Дал бы характеристику, что такое народ. Что люди, покаявшиеся перед Богом, признавшие себя грешниками, что принявшие жертву голговскую, церковь – это люди, которые приняли Христа своим спасителем, не грабли. Ну, тут-то можно уже сказать-то, не посадят тебя сегодня за это. Но и сегодня он говорит, как политработник какой, что церковь – это есть народ. Церковь – это что за определение? Где он увидел? И обязательно сказать нужно, где есть истинное рукоположение, каковым он сам и является, благодатная освещающая сила идет. А теперь смотришь, 500-летие реформации, мне ролик подкинули, и там митрополит Алфеев сидит, и там еще какой-то протеерей, а остальные там воротничок белый и крест – это журавлевские еретики. И те же самые слова, говорит Иларион, все мирское среди еретиков 500 лет празднует, что сотни миллионов людей погубили. Риховский там говорит, ты смотришь, все жирные, с подбородками, бритые в галстуках, ни одной женщины в платке нету, мирское сборище еретиков. И они сидят, зачем? Не ходи на совет нечестивых. Ну, первый псалом-то, прочитай, зачем сидеть? Праздновать? Монах занялся реформировать церковь, размонашился, женился на монашке, нажил шесть детей. Ну, хоть слово-то скажите. Люди, нарушающие свое обещание перед Богом. Вот кто во главе-то стоит. Как будто о вере говорят. Ну, все вы разные собрались-то, всех еретиков собрали. И когда выйдут, они друг друга близко не признают. Друг от друга стараются утащить. Пиесятники там, харизматы, кого только нету. Кого только нету. Я не знаю, как этот называется, даже могу показать. Мне скинули вот здесь вот. Так. Кто же мне это скинул-то? Малыш Роман. Тут это кто-то. Виктор Слопов. Ну, тут Терепко, кажется. Да, вот он. 500 лет реформации. Вот я сейчас его включу немного. Чтобы увидеть. 31 октября в Москве состоялось главное мероприятие, посвященное празднованию 500 лет реформации. Вот, если так глянуть дальше-то, выступает митрополит. Посмотрите. Зачем он здесь? Юбилейное празднование 500 лет реформации. Ничего и нету. И он говорит, стоит и празднует. Кого празднуют-то? Ну, еретики. И в доме Пашкова. Это все обдуманно было сделано. Так, где у него тут? 500 лет реформации, я его выключаю. И вот патриарх тут говорит. И от него, и Алфеев сам бы не пошел туда. С еретиками. Самая большая трагедия. Раскол церкви они празднуют. Раздирают хитон Христов, как принято говорит. Ну, почитайте Киприяно-Крафагенского. Все эти новые алтари, все они не освещают, а скверняют людей. Это враги церкви Христовой собрались. Я посчитал, тут женщины у них там поют, и ни одной нету в платке. И не надеть в платке, и притом не надеть. Вот скажи им, не брейтесь и не носите галстуки. Это не получится. Это люди мира и говорят по-мирски. Дальше. В церковь есть народ. Народ на площади где? Дальше. Никакими средствами сегодня невозможно закрыть наши уста. Мы будем провозглашать Божью правду, в полном мере осознавая, что это очень рискованное служение, заключил патриарх Кирилл. Прямо его сажали, он мучился за проповедь. Но баптисты-то страдали. Бойко возьми, Николай Еропеевич. И сколько там было-то? Ардов Михаил, то там еще Михаил там. Я даже всех-то и не знаю. Миняков. Ну, десятки их там погибло-то. А патриарх в это время где-то там был, ездил по заграницам. 4 ноября 2017 года в праздник Казанской иконы Божьей Матери, установленной в память избавления Москвы и России от поляков в 1612 году, патриарх Кирилл совершил литургию в Успенском соборе Московского Кремля. В этот день в России отмечается государственный праздник, день народного единства. Какое единство? С кем единство? Часть праздничного богослужения прошла на якутском языке. В честь празднования 385-летия вхождения Якутии в состав России. Ну, еще они уверовали якуты. Как пили, пили, так и пьют. Умирали рано, умирают. Блудили, блудят. Ну, все обман. Но мы за патриарха молимся, чтобы Бог дал ему веру, рождение свыше. Екатерина Тинникова говорит. Мир вам, Игнатий Тихонович. Отправляю ссылку на фотографии с церкви Сретенского монастыря, на стенах которого есть текст из Священного Писания. Игнатий Тихонович однажды просмотрел ролик, в котором вы увещеваете юных сестер одеваться благочестиво прилично святым. Впервые красоту благочестивого внешнего вида среди молодых христианок я увидел у отделенных баптистов во время обучения в училище, в котором учились девочки-баптистки. Среди других студентов они сильно отличались внешним видом. К двоеточие. Всегда в скромной одежде, с длинными косами, в длинных юбках. Почему о платках не говорили? Да без платков все были. А косы длинные, какие уж вырастут, скромная одежда. Хорошо, все, прекрасно. Ну, как они молятся? Платок надеть, чтобы до одной волосинки было спрятано. Не надеть. Вот тебе и благочестие все. Благочестие-то какое? Среди нашей православной молодежи такой ревности благочестиво в внешнем виде, к сожалению, так и не увидело. И наши священники почти не говорят и не проповедуют об этом. И все сердце, главное сердце. Так от сердца и руки движутся, и одеяния. Все от сердца. Не так давно Амвросия Медиаланского просчитала такое увещание христианкам. Кавычки. Здесь же зарождаются те порочные побуждения, руководство из которыми женщины разрисовывают лица особо изобретенными красками, как раз в тот момент, когда они боятся не понравиться мужчинам. И таким образом, подделывая лицо, они помышляют подделать целомудрие. Какое безумие изменять природный образ, стремиться к украшениям, ведь женщина, боясь супружеского приговора, тем самым обнаруживает и свой приговор. В самом деле, та, которая стремится изменить дар природы, прежде всего свидетельствует о себе. Пока она усиленно старается понравиться другим, она прежде всего не нравится себе самой. Какого же более верного судью о твоем безобразии, жена, мы можем найти, кроме тебя же самой? Тебя, которая боишься показаться в своем неестественном виде. Если ты красива, ты зачем закрываешься, скрываешься? Если же безобразна, то зачем ложно выдаешь себя миловидной? Так как ты в данном случае все равно не можешь получить ни одобрения своей совести, ни расположения, хотя бы и ошибочного, со стороны чужого человека. Ведь он любит другую, да и ты хочешь понравиться другому. И можешь ли ты гневаться, если полюбит иной тот, тот, который через тебя научается любодействовать? Плохая ты наставница при своей несправедливости. А ведь обольстительной приманки, пожалуй, избегает даже та, которая живет у продавца женщин. И хотя она презренная женщина, но однако грешит не перед другим, а только перед собой. И можно сказать в этом втором случае, преступление более терпимо, ведь там орудием любодеяния является целомудрие, а здесь природа. А сколько нужно драгоценности для того, чтобы удалось понравиться даже красивой женщине. У нее здесь шеи, свешиваются драгоценные ожерелья, там по земле стелется золотом шитая одежда. Следовательно, покупной у нее и этот внешний вид, и разве имеется он в наличности? А к чему даже для обоняния употребляются различные приманки? Уши обременяются тяжелыми серьгами, глазам придается другой свет. Что же, следовательно, остается своего там, где так много допущено перемен. Не теряет ли жена и свои чувства? Доверите ли она, наконец, возможность своей жизни? Вы же блаженные девы, которые не ведаете подобных мучений, а тем более украшения. Вы, у которых по стыдливым лицам разлито святое целомудрие и благая непорочность служит украшением. Вы, которые предназначены не для человеческих взоров. Вместо чуждого вам заблуждения возвышаете свои достоинства. Конечно, и вы имеете оплот своей красоты, у которой воинствует облик, форма. Но только не тело, а добродетели. Этот облик добродетели не уничтожит никакой возраст. Не может истребить никакая смерть, сокрушить никакая болезнь. Пусть для этого облика добродетели один только Бог. Судья красоты составляет предмет стремления. Тот Бог, который даже в некрасивом теле любит души, обладающие красотой. А бросим и диалански. О девстве и браке. Глава шестая. Ну и показать наши ресурсы. Вот это мой мир. Богатый, люблю тут хорошо общаться здесь и писать. Дальше. Наш форум. 2829 день. Хорошо, что указывает. 1600 тем. Ну и наш православный видеоканал. Открытым оком. Во свете Библии. 9067 подписчиков. 8 миллионов 789 тысячи 871 просмотров. И 8570 видеороликов. То есть у нас очень большой ресурс. Ну и во свете Библии. Наш православный библейский сайт. И самое ценное это вот вопросы и ответы. Здесь расположены в 55 папках. Вот я сейчас 10 пункт смотрю. 10 папку о государстве. Вот немножко хотя бы по одному прочитать. Вопрос 1853. Седьмой том. Открытым оком. Можно ли брать примеры мужественных поступков святых, когда они не потворствовали слабостям монархов, но обличали их? А то в России ни один из канонизированных святых не обличал царей. Только митрополит Филипп. И то только тогда, когда уже морями кровь лилась от тирана правителя Ивана Грозного. Ответ. Очень мало таких было. И то тогда, когда дело касалось ересей. Притча Соломона 28.1. Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним. А праведник смел, как лев. Федор судит. 11 ноября. Кавычки. В то время царь Константин, сын благочестивой царицы Ирины, пришедший в возраст, устранил от царского престола свою мать и сам стал управлять царством. Будучи молод и развращен, он предался излишеству в страстях и любодейству. Вследствие всего он задумал прогнать свою супругу Марию, это дочь Филарета Милостива, и силой заставил ее постричься виночество. Вместо нее он взял себе другую жену по имени Феодотию, которая приходила с родственницей его отцу. Святейший же патриарх Тарасий не одобрял всего прелюбодеяния царя и не хотел благословлять их брак. Но один пресвитер по имени Иосиф, который был эконом Великой Церкви, нарушив божественные законы и, ослушавшись патриарха, согласился совершить над ними таинство брака. За сию преступную дерзость, как о том покажет последующая речь, он вскоре после того восприял достодолжное возмездие. Патриарх всячески старался расторгнуть сей прелюбодеянный царский брак, но не мог, потому что царь грозился вновь воздвигнуть иконоборческую ересь, если ему запретят этот брак. Посему патриарх предоставил царю оставаться в его брачном союзе, дабы не постигла Христову Церковь сильнейшее зло. Сие беззаконие, начавшееся с царского чертога, распространилось повсюду, не только в ближайших городах, но и в далеких пределах. Также стали поступать князья и вельможи, живущие при Босфоре и среди готов, и правители прочих областей, прогоняя от себя своих жен и по принуждению постригая их выночество, а вместо них избирали себе других и прелюбодействуя с ними. Услышав о себе, блаженный Феодор скорбел душою и тяжко воздыхал о таковых явно соделываемых грехах, опасаясь, дабы сие прелюбодействуя не стало обычаем, беззаконие не стало бы впоследствии на место закона, и закон Божий не был бы разрушен. Царь хотел бы иметь в соратниках такого непоколебимого. Тогда царь изобрел другое средство. Он предпринял, как бы по некоторой необходимости, а в действительности же для того, чтобы побеседовать с Феодором и склонить его на свою сторону, путешествие в ту местность, где жил преподобный. Царь предполагал, что Феодор с братьями встретит его и воздаст подобающую честь ему. Когда царь проходил мимо монастыря того, непреподобный, ни один из братьев монастыря не вышел к нему навстречу, но запершись, они пребывали в молчании. Когда же царские слуги стали стучать с оборота, никто не дал ответа. Это считается протест. Мартин милостивый, 12 октября, кавычки. Однажды, когда авиациант снова посетил город Тур, святой вошел к нему в комнату и молча, упорно смотрел на него. «Зачем ты так упорно смотришь на меня, святой человек?» – спросил авиациант. «Я смотрю не на тебя», – отвечал Мартин, – «а на омерзительного демона, который сидит у тебя на шее». Единство жаждем во Христе мы, насколько в нас хватает сил, но мы решительно не с теми, кто в богоборческой системе свою присягу приносил. Не будем вместе мы, покуда из вас не выйдет навсегда, как из болящего простуда, и к православию остуда, что длится долгие года. Вы в измене постоянства до сей поры не обрели, шутя легко от сергианства, с оттенком ереси и шванства к экуменизму перешли. Но все ж к единству есть дорога, где непременно быть должны, с глубокой вашей верой в Бога, неукоснительно и строго условия соблюдены. В предсергианских деклараций не чтить, как в прошлые годы, не допускать подплесковаться и шелест грязных ассигнаций экуменизма никогда. Тогда мы в ложе православия займем позиции одни, без словоблудия и тщеславия, и нам Господь отпустит здравия на созидательные дни. 2 декабря 2003 года Рогов Владимир, город Барнаул, ходил к нам на занятия, и вот сколько чего узнал где. Ну, на этом все.